Приветствую вас. Самая лучшая помощь, которая может быть оказана вам в вашей ситуации, в данной ситуации, самая лучшая помощь, это, я бы сказал, работа с увеличением, с повышением вашего уровня интереса к собственной жизни, к своей жизни. Чего сейчас, как мне кажется, у вас, мягко говоря, нет. Это то, что мне кажется принципиально важным, это то, что мне кажется, самым, наверное, важным вообще, в вашей текущей ситуации. Я думаю, что решать нужно не проблему, того, чтобы понять, подходит вам человек или не подходит вам человек. Я бы сказал, что проблема лежит несколько глубже, в том, что вы сами себе не интересны. Вот, в чём, на мой взгляд, заключается, одна из основных ваших проблем. Вы сами себе не интересны. И если это так, то любой человек, кто угодно, может, может, вас сделать зависимым. Но не потому, что он какой-то плохой или, так далее. Потому, что вы к этому расположены. И никуда от этого вам не деться. Вы говорите, что мне было много критиков. Я понимаю вас. Я понимаю о том, что у вас было много, очень много критики. Ну, так нужно с этой критикой работать. Работать нужно, чтобы вы сами, может быть, учились с этой критикой обращаться. Вот. А то ведь странная странная ситуация получается. Понимаете, какая штука. Вот. Ну, очень странная получается ситуация, при которой вы говорите про критику. С одной стороны, вы говорите про критику. А с другой стороны, проблема критики и проблема того, как вы, как вы живёте, по моим ощущениям. По моим ощущениям, вы не решаете. Вот. Опять совершает некоторую, некоторую частную проблему. Именно что? Частную проблему. Потому, что это частная проблема. Вот. С того, что сейчас вы находитесь в зависимости. Ну, как бы. Вы же пытались понять, что за человек с вами, вы не просто так не продвигаетесь вперёд. Вот. Не продвигаетесь в своих вперёд, а только потому, что это не город. А городом, повторюсь того, что вы себе не интересны. И ваша жизнь вам тоже не интересна. Соответственно, вы не очень понимаете, что вы хотите. Вот. Соответственно, другой человек может, ну, условно говоря, диктовать то, что он хочет. Вот. И всё. Всё. Проблема, как бы, закольцовывается на себе самой. В этой ситуации, что можно сделать. Что можно и нужно делать в этой ситуации. В первую очередь, такая вот скорая помощь в себя, это замечательная. В моменты, вы своём молодом человек. Ну, про это замечательная новая, новая в нём. Про это замечательная новая. Чем больше нового вы будете в нём тем лучше будет для вас. Чем быстрее вы выйдете из отношений, в которых быть не хотите. Ну, вот, как такой вариант. Вот. То есть, ещё раз, чтобы вы понимали. Для облегчения ситуации, для того, чтобы, ну, облегчить ситуацию, вам нужно, ну, начать, замечать в человеке нового. То есть, как можно больше стараться, расширять контакт между вами. Соответственно, чем больше вы будете расширять контакт между вами, тем лучше вам, тем полнее вы увидите человека, и тем легче вам будет от него, ну, хотя бы немножечко отдалиться. То, что вы полностью отдалитесь. Никто этого не ждёт. Я думаю, что сейчас это ненужно вам было бы, на мой взгляд, болезненно. Вот, поэтому, вот, вот. А-а-а-а, кратчика немножко, отдалиться нужно. И у вас появится ресурс, столь необходимый, для того, чтобы обратить внимание на себя, и вот уже обратив внимание на себя, вы сможете стать интересной сами Сибел. Вот. В диалоге с мужчиной вы можете проявить любопытство по отношению к нему, ну то есть просто подавать какие-то вопросы, которые раньше бы не надо, никогда бы не задали вообще, ну просто. Вот. А теперь, внезапно, хоп-хоп решили, решили подавать. Вот. То есть как бы, эм, такая вот история, важная достаточно история, я бы сказал. Вот. Важный момент. Для, ну для вас, для вас. Вот. 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 Примерно, вот, примерно в таком ключе, я думаю, вам можно дать ответ на вопрос, ну вот, относительно того, что вы спрашиваете. Следующее. А, какую помощь себе от фокуса хотите, собственно? То есть, ну вот, вы говорите, что, понимаю, что таблетки не существует, волшебной таблетки нет. Хорошо, что понимаете. Помните что-то тогда, какой хотите. А вы на терапию. Вот. И вы говорите, что, что занимались уже, ну вы говорите, что, что занимались уже, ну вы говорите, что, 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 с психологом работало, вы говорите. Вот. Это хорошо. Вы работали с психологом. Только, вот, хотелось бы, хотелось бы результата. Вот. То есть, что работало с психологом, вы молодец. А, вот, были ли результаты какие-то у вас? Это вот вопрос. У меня вопрос, на мой взгляд, очень важный. Потому что, если результатов не было у вас, то вы, ну словно говоря, работать вроде бы работало, а толку, толку особо не было, значит, двигались вы, ну, совершенно, очевидно, куда-то не туда, но не в ту сторону вы двигались. И, соответственно, наша задача подвигать вас в ту сторону, какую будет вам по-настоящему полезна. Вот. Ну а здесь есть важный момент, что вы можете сопротивляться. То есть, словно говоря, это требуется время. Если вы, в данном случае, ожидаете быстрого результата, или по какой-то причине, например, уйдете сразу, как только почувствуете облегчение, то ситуация останется неизменной. Вот. Потому что привычные модели поведения будут возвращаться. К сожалению, это то, что практически, практически всегда возвращается. Вот. Так что, знать. Прекращайте. Вот. Ничего, как бы, хорошего того, что вы будете знать. Не будет. А вот. Работать над собой, наверное, сейчас не начинаете. Ну и. Какую помощь вы хотите. В первую очередь, вот, на что бы я обратил внимание, да, это на стыд. На стыд. То есть, условно говоря, у вас есть определенные ситуации, определенные положения. То определенные ситуации, то определенное положение, оно, оно, случилось, проявилось, потому что, что вы чего-то хотели. И я думаю, что вы чего-то хотите до сих пор. Но стыд мешает вам это пожелать. Поэтому, если говорить о том, что вам нужно сделать сейчас, прямо сейчас, то это вот те вещи, на которые я обращаю ваше внимание. Сначала. Вот. Я не знаю, честно говоря, насколько вы ее расположены к тому, чтобы прислушиваться к тому, что я говорю. Но. Работает все это именно так. Так. В этом всем, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вам это было интересно. Хочу пожелать вам здоровья добра, удачи и, что главное, сформулировать обратную связь для начала психотерапии. Вот. То есть именно, грубо говоря, с обратной связи, с обратной связи, вашей связи обратной, начнется работа над собой. Ну, начнется. Вот. Это то, что могу там сказать. Вот. На этом. Удачи. На этом все. Удачи вам. Будем надеяться, что что-то начнет меняться. Вот. Всего самого добра. Владиславец. Владимир Dra. Продолжение следует...